Приветствую вас. Я думаю, что самым лучшим способом показать мужчине, что вы хотите, попробовать другой вид секса, это рассказать ему о своем желании, но во время интимной близости, во время, так сказать, правового акта, вот, сказать ему об этом, что вы хотите, вот, чтобы это было в порыве страсти, в порыве желания, вот, я думаю, что этим вы удивите его и сможете получить удовольствие сами. То есть, если вы не хотите предлагать, не хотите спрашивать, то это, в принципе, самый лучший расклад, который только может быть у вас. Это первое. Второе, 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 это то, что вы боитесь, вы боитесь показаться мужчине распущенным. Это, на самом деле, куда более интересный аспект, куда более важный аспект и элемент вашей личности, вот. А почему? Так, да. Ну, на самом деле, ситуация в том, что вы, как бы, не принимаете свои желания сами. Вот. То есть, как бы вы хотите, да, это, вроде как, ваше желание, ваши потребности, вот. Но, вы их себе, вы их себе, как бы, не позволяете реализовывать. Вы стыдитесь их, стыдитесь того, что вы хотите. И здесь, конечно, нужно в обязательном порядке посмотреть, чего именно вы стыдитесь и по какой причине. Может быть, вы боитесь потерять своего мужчину. Это один момент и один вариант. Вот. Может быть, вы боитесь потерять своего мужчину. Тогда получается, что вы эмоционально окрашиваете мужчину в чересчур важный для себя нюанс, чересчур важный для себя аспект, чересчур важный для себя окрас. То есть, мужчина слишком много для вас значит, ну, может, слишком много значит для вас. Вот. Что, в общем-то, является следствием ваших желаний. Следствием того, чего вы хотите сами, для себя. Может быть, вы просто стыдитесь того, что вам хочется. Может быть, вы просто привыкли подавлять свое желание. Это тоже может быть такая ситуация. В этом случае можно говорить об изучении природы того, откуда возникло это подавление, значит, от ваших чувств, откуда возникло становление ваших желаний. Вот. Это такая отдельная, может быть, тема, которую можно было бы изучить. Отдельная тема для разговоров. Да? Вот. Ну и, собственно, это может быть какой-то моральный конфликт у вас, связанный с тем, что вы считаете, что поступаете неверно, неправильно, что так не должно быть и так далее. Вот. Здесь, может быть, позиция еще и такая, что с точки зрения гендерной модели поведения, ну, с точки зрения вот того, что, как, по вашему мнению, должна вести себя женщина, да? Вот с этой точки зрения вы как-то вот, ну, не чувствуете соответствия, да, того, что вы хотите и того, что получаете на выходе. Вот. Это тоже может быть вариантом, то есть, например, если вы, ну, допустим, допустим, если вы считаете, что мужчина должен быть инициатором в отношениях, и мужчина должен, ну, грубо говоря, грубо говоря, что, скажем, проявлять активность, да, то естественно, что вы сами, естественно, что вы чувствуете, чувствуете, что то, что вы делаете или то, что хотите сделать, как-то выходит за рамки. Вот. 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 Классической модели поведения, ну, ваших. И это, конечно, тоже играет определенную роль. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, это ваше желание, понимаете? С другой стороны, это ваше желание, и они, ваше желание, подразумевают то, что вы за них несете ответственность за свои желания. Вы сами. И на данный момент, на данный момент, ситуация складывается так, что вы как будто, как будто ответственность за свои желания нести, ну, вот так, чтобы очень сильно, да, вы не хотите нести ответственность за свои желания. И это, конечно, является также следствием возможных ваших проблем. Потому что это может проявляться, ну, это может проявляться и в жизни вообще у вас. Потому что, вот вы хотите чего-то, да, но не готовы об этом сказать своему мужчине. Может быть, может быть, может быть, вас пугает состояние вашей сексуальной жизни с ним. Вот. Такое, в принципе, тоже может быть. Но тогда это продиктовано скорее, что именно тем, что вы боитесь, то есть чувство страха здесь. А это не совсем искренне. То есть это означает, что желания как такового у вас нет пробовать, например, другой вид секса. Но из-за того, что вы боитесь, что мужчина может, например, уйти, вы готовы это сделать, вы готовы попробовать. То есть в таком случае желание как бы не ваше, оно просто используется для того, чтобы мужчину удержать. Ну, или, или, или просто, чтобы он не ушел. Вот. И в этом случае, конечно, конечно, можно говорить о том, насколько вы в себе уверены, да, насколько вы принимаете себя и насколько вы, как точнее вы относитесь к своему мужчине, с которым вы находитесь в отношениях. Вот. Это мне кажется, кажется, тоже достаточно значимым аспектом. А в целом, в целом, я рекомендую вам подумать вот над чем. Если, если вы чувствуете, например, если вы чувствуете, что вам просто хочется, чтобы мужчина, ну, понял, что вам нужно, плохое, то есть это как элемент такого сексуального поведения, то нужно поступать так, как, так, как я рекомендую вам, да? То есть, просто во время полового акта сказать им о том, что вы хотите. Это будет лучше всего, что вы можете сделать. Вот, если же за вашим желанием стоит какое-то другое чувство, какое-то иное чувство, то в этом случае стоит поработать все-таки именно над природой этого чувства, вот. И, освободившись от возможных сдерживающих факторов, вот, вы могли бы быть более свободны в своем поведении, в своем выражении желаний, в своих выражениях желаний. Вы могли бы быть более свободны и тем самым строить отношения на более доверительных основаниях. А то сейчас получается пока что своему мужчине вы вроде как бы особо и не верите. Вот. Понимаете? Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!